Всех приветствую на канале. Сегодня будет такое видео оправдание. Сейчас на фоне вы видите готовую икону, которую я сделал довольно давно. Примерно месяца два назад, наверное, или два с половиной. Но когда я делал эту икону, я не записывал её резьбу в принципе, потому что за неделю до того, как я сделал эту икону, я сделал другую икону. Резьбу, которую я записывал. Прям полностью. И мне оставалось только смонтировать видеоролик с полной резьбой иконы. Не как сейчас я показываю только результат, а именно со всей резьбой. Ну, как обычные видеоролики на этом канале. Но внезапно появился срочный заказ, так сказать, на такую икону. И поэтому мне пришлось отложить монтаж. И, естественно, когда я делал обучающий урок по резьбе миниатюр, естественно, ту шкатулку я тоже доделал. Тоже очень давно, месяца три с половиной назад. Нет, вру, три, наверное. В общем, я и шкатулку доделал, и также полное видео резьбы её снял. Его тоже надо только смонтировать. То есть, сейчас у меня два проекта, которых надо смонтировать и выложить на канал. Я не ожидал, что у меня резко закончится время на монтаж. Ну, в общем, дела, все знаете, у всех бывает, что вот навалилось, и просто нет времени доделать что-то, что не является основным видом деятельности. Это видео снимаю просто, чтобы донести информацию, что я не собираюсь забрасывать канал и переставать делать видео. Просто важно понимать. То есть, некоторые думают, что резьба – это всё, чем я занимаюсь в жизни. Ну, то есть, это неправда. Резьба – это моё хобби, и я этим не зарабатываю, я не учусь на вещи. Это моё хобби. Так, и, то есть, это я ещё говорю к тому, что часто меня спрашивают в социальных сетях, как продавать работы, где ты продаёшь работы. Я не продаю свои работы. Я их делаю для себя или для тех людей, которые мне близки, которые просят, ну, вот так и так нам хочется, сделай, пожалуйста. Это, к слову, о продажах. А продавать резные работы я понятия не имею где. Я знаю, что есть сайт резное или что-то вроде того, резное.ру. Вот как-то так, но я как-то пробовал выставлять туда работы, и, ну, то есть, там вообще никто не покупает. Я знаю, что есть сайт ярмарка мастеров, и там тоже никто не покупает. Но это было давно, сейчас, может, что-то изменилось. Но на самом деле не уверен. Естественно, у меня есть знакомые, которые зарабатывают резьбой, но, по крайней мере, те, кого я знаю, они занимаются этим. То есть, у них мастерская своя, и они работают для храмов, режут иконостасы. Насколько я знаю. Ну, как иконостасы, знаете эти. Гьоты для икон, которые встраиваются в иконостас. То есть, если там, скажем, вы сделали шкатулку или кружку, или вот, ну, какой-то сувенир, я не знаю, где его продать. Не надо меня об этом спрашивать. Ну, вот такой вот видеоролик оправдательного характера. На этом, наверное, всё. Те две работы, которые я сделала, о которых я говорил ранее, я обязательно смонтирую и выложу. Но это будет чуть позже. Потому что, ну вот, ещё пока не могу освободиться от дела. Ну, нет пока возможности. А пока вот такой вот видеоролик с готовой иконой. Спасибо, что посмотрели. Занимайтесь резьбой. И всем удачи. До свидания.